Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем с того, что у нас заканчивается месяц Сиван и начинается месяц Томус. Непростой месяц. Четвертый месяц года, как требует еврейская традиция, считать от Сивана, с Ниссана, простите, и в писании он называется просто четвертым месяцем. В течение этого месяца начинается период, называющийся Бейт Амейцарим, то есть трехнедельный траур, во время которого мы придерживаемся обычая траура в память обоих разрушенных храмах. Равкук говорил нам утешающие слова, он говорил, что те причины, которые привели вот к этим историческим трагедиям, они в конце концов будут исправлены тоже именно в этот период. В Танахе и книгах Законоучителей сказано, дни памяти о печальных событиях и посты даны нам не для увековечивания скорби, а в будущем они станут днями радости и веселья. Это значит, что у нас есть шанс, что именно в эти тяжелые, траурные, сложные дни Томузан и следующие, начинающиеся месяца после него, может так показаться, что мы и избавлены будем. Нам нужно раскаяние, нам нужно что-то такое, чтобы помогло, но оказывается вот эти трауры могут повернуться. А для того, чтобы совершить раскаяние, человеку нужна мысль первая, что это вообще необходимо, есть люди, которые считают, а в чем мне рассказать, я самый правильный. Должна появиться мысль. И начинается она, знаете, с какой мысли говорят мудрецы? Я не бог. Но человек должен понять, что он не бог, что нужен на самоанализ, что он ошибается, и чтобы обязательно к этому пришли. И знаете, вот действительно, тут есть о чем подумать. Я расскажу притчу, она не простая. Подумайте, пожалуйста, о ней. Говорят в недельной главе, которая началась, не главе Хукат, поем Шхижбонда. В книге Сефер Харидим приводится от имени книги Заар, комментарий к этой фразе. Там говорится об обязанности человека заниматься самоанализом вечером перед отходом ко сну. Вообще все мудрецы говорят, что это единственный способ разобраться в себе. Нужно посмотреть, как ты прошел день, где были совершены какие-то грехи, в чем-то исповедоваться перед собой, в чем-то совершить раскаяния. Человек должен поразмыслить, как ему улучшить свой путь на будущее, как избежать препятствий, о которых он столкнулся. У каждого человека и в каждой семье разные не похожие друг на друга испытания. Одни сталкиваются с экономическими проблемами, другие с воспитанием детей, одни много времени тратят на проблемы со здоровьем, тогда как у другого вся энергия уходит на новые занятия. И всегда, когда слышишь об испытании, которое подвигается кто-то, очень легко сказать, да, это испытание, его надо выдержать. Но когда беда приходит, не дай Бог, тебе самому не всегда удается выставить. И это несмотря на то, что силы для этого всегда даются, потому что Всевышний не насмекается над своими творениями. Написали, что Бог не ставит перед нами испытание, которое мы не можем выдержать. Но тем не менее испытание есть испытание. Поэтому самоанализ вечером, он очень важен. А вообще мы слишком просто судим об этом мире. Не все так просто. Наш приход в мир имеет цель. И, вы знаете, она всегда иногда разная. Давайте я расскажу ту историю, которая вот как бы завершает предыдущая. Однажды к Маоралю из Праги пришли с вопросом о курице. Кошерная, не кошерная. Он увидел, что курица кошерная, но вместо того, чтобы, как обычно, дать ясный ответ, он сказал, что надо идти в какой-то дом, в котором живет глухой и немой ребенок, и задать ему этот вопрос. Это выглядело совершенно поразительно, поскольку эти слова произнесены святым Маоралем. Но раз такое сказал, ребенку было 9 лет, во всем городе знали, что за всю жизнь он вообще не открывал рта, лежал на кровати и все. Но в этот раз он выслушал, осмотрел курицу и сказал кошерно. И после чего умер. Этот самый странный случай в Праге был известен, все округи Маораля попросили объяснить, в чем дело. И он сказал, в своем прошлом перевоплощении этот ребенок был выдающимся знатоком Тора и праведником, который толковал ее законы. Все свои дни он занимался преподаванием, распространением Тора, и после смерти он попал в мир истины. И на небесах решили, что его следует отправить в самый высокий раздел рая. Но в этот момент появился обвинитель с серьезным аргументом. Однажды, накануне Шаббата, незадолго до захода солнца, к этому праведнику пришла бедная вдова с курицей, у него больше не было ничего. Из-за недостатка времени он посмотрел и сказал, что он не кошерный. На самом деле он ошибся. А у вдовы не было другой курицы. И в Шаббат ей нечего было кушать. Из-за этого, несмотря на абсолютную совершенность праведника, на небесном суде постановили, что он должен еще раз опуститься в наш мир. Но Раф знал, что такое наш мир. Он содрогнулся, затрепетал, сказал перед судом, я боюсь возвращаться в материальный мир. Я второй раз, может быть, не смогу так прожить, не сохранив праведность. Его доводы, сказал Мораль, были услышаны. И суд решил, что для ускупления страданий, причиненных вдове, праведник снова спустится в этот мир. Но будет глухим и немым, чтобы не смог согрешить. И когда ему зададут вопрос о курице, и он ответит, что она кошерная, он исправит то, что было, его задача будет выполнена, и он сразу придет в высший мир. Вот так вот происходит то, что мы иногда не видим. Не так прост мир, как нам кажется. И поэтому нужен самоанализ. Надо понимать, где мы ошиблись, чтобы не ошибиться больше. Брахава от слаха, хорошей недели.